Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Сегодня будет видео об одной интересной примете. И как увеличить выход меда из ульев лежаков. Так, вот у нас сейчас такая ситуация, когда пчелы набрались меду. То есть они уже собирают подсолнух и улья забиты медом. Но мед еще не созрел. То есть он разлит по рамкам и дозревает. Уже дней через 5-6 мед можно будет выкачивать. Вот сейчас такая ситуация, когда мед из рамок еще льется. То есть еще влажность большая. Еще его забирать не надо. Нельзя. Но тем не менее пчелы меду уже притащили. И вот что делают эти пчелы. Вот видите, пчелки полируют литок. Это я вам буду рассказывать про приметы на пасеке. Как понять, что пчелы нанесли полон ульемеду и больше им некуда складывать. Потому что если пчелам некуда складывать мед, то они, соответственно, его не приносят. Видите, полирует литок. Значит, что за медом не летает. В этом улье полон улей меду. Нектарные поля кончились. Если нету нектарных полей, то пчелы мед не носят, потому что не высушивают. Для того, чтобы получить мед из нектара, пчелы его разливают по ячейкам. Неполные ячейки наливают, высушивают его за счет вентиляции. То есть понижает влажность улье. Воду выгоняют. Когда мед загустеет, они его подбивают кверху и запечатывают. И на это, чтобы мед созрел, у них уходит около 6 дней. То есть пчелы нектар в мед перерабатывают 6 дней. Вот у нас взяток уже немножко больше, чем 6 дней. И улья полные меду. Видите, пчелки полируют леточек. Набрались меду. Сейчас пойдем к другим ульям. Буду вам показывать, как там. Тоже, видите, сидят, полируют. Ну, тут семейка не сильная. Тут и рамочек было мало. Забили все медом. Сейчас пойдем к следующему улью. Улей синенький. Тут хорошая и мощная семья. Не полируют литки. Не там, не там, нигде. Литки не полируют. Все летают за медом. То есть эта семья летает за медом. Вот такая вот примета. Если пчелы начали полировать литки во время взятка, значит, они забили улей медом. И у них не хватает нектарных полей. А дальше я вам расскажу, как сделать так, чтобы они меду принесли немножко больше, чем могли бы. Видите, пчелки не полируют литки. Значит, у этих пчел нектарные поля есть. И они ничего не полируют. Они летают за медом. Есть, куда приносить мед. Тоже зверье мохнатый. Видите, литки не полируют. Летают за медом. Нижний литок тоже не полирует. Но от кого-то отбивается. Кого-то поймали и не тузят. Вентилирует. Видите, тягу создают воздуха. Потому что приносят нектар. Его же надо выпаривать. То есть загущать, воду выгонять. Они вентилируют на нижнем литке. На верхнем не сильно вентилируют. Но и не полируют. Тоже не полируют. Дальше пойдем. Не полируют. Не полируют. Следующие, товарищи, не полируют. Так пойдем в другой ряд. Потому что это теневая сторона. Пойдем на солнечную. ТПУ не полирует никто ничего. Тоже, как видите, не полирует никто. На литках ничего не полирует. На эту сторону меньше летает. На эту больше. Так вот, некоторые семьи полируют литки. А некоторые не полируют. Как видим, большинство ульев ничего не полирует. А некоторые улья уже начали полировать. И сейчас я вам расскажу, что я делал, чтобы они носили мед. Потому что они начали полировать во всех ульях литки. То есть, занесли улья медом. И как я сделал так, чтобы они полетели за медом. Тут, на самом деле, что делать, догадаться несложно. Потому что я уже даже рассказал в начале видео, что надо делать. Все зависит от нектарных полей. Когда пчелы начинают литки полировать. Когда некуда складывать мед. Вот они занесли мед в рамки. Разлили его. Начинают его выпаривать 6 дней. То есть, загущать. Мед складывать некуда. Они перестают летать за медом. И все. Капец. Мед больше никто не носит. Значит, что надо сделать, чтобы они полетели за медом? Надо увеличить им нектарные поля. Если у вас многокорпусный улья, подкинуть еще один корпус. Или магазин, если у вас магазины. А если у вас лежаки, то вам надо взять сушь. Пустую сушь. И повтыкать эту сушь между рамками, которые уже стоят в улье. Но понятное дело, что у вас там рамки уже забиты медом. Так вот, вы отбираете от этих семей те рамки, которые уже, в принципе, можно качать. Потому что некоторые рамки они печатают раньше. Некоторые позже. Забираете те рамочки, которые можно качать. И вместо них ставите пустую сушь. Понятное дело, что если у вас магазин, то с этим делом все намного проще. Но в лежаках вот такая проблема. Забираете те рамочки, которые уже можно качать. И ставите вместо них сушь. И вот таких рамок штук 5-7 им подставляете. И они перестают заниматься ерундой. Перестают полировать летки и летят за медом. А вот этим товарищам. Тут у меня просто семейка не сильная, не медовая. Тут семейка просто себе развивается. Тут матка новая, молодая. Они меду в этом году не носят. Слабенькие для того, чтобы мед собирать. Поэтому я им внимания не уделяю. Они, как видите, гнездо своим медом занесли. И все, начали полировать летки. Но чтобы матка нормально работала, потому что эта семья должна срасти, все равно сейчас надо их открыть. И поставить им сушки. Потому что матке некуда засевать расплод. Ну и еще одна примета. Мною очень любимая. Я ее обожаю. Потому что мне о ней постоянно в комментариях пишут. Это не ту пчел в улье. Эту семью надо сокращать. Потому что они не обсиживают рамок. Так вот, дорогие мои. И если у вас взяток, и ваши пчелы сидят в улье и покрывают все рамки, значит они никуда не летают. Потому что когда взяток, у вас пчела начинает летать на пятый день своего рождения. То есть в улье нелетной пчелы нету. Все летят за взятком. И пчел у вас в улье не будет. Вы откроете улье, он у вас пустой. Потому что все пчелы в поле. И чем дальше ваше поле с медоносом, то есть медоносный массив, тем меньше у вас пчел в улье будет. Потому что все пчелы на вылете. В улье остаются только те пчелы, которые поддерживают микроклимат. Все, других пчел в улье не будет. Поэтому микроклимат, для того, чтобы поддерживать много пчел, не надо. Поэтому открывайте улей. В нем нету пчел, но есть мед. Значит что? Ваши пчелы летают за медом. Все хорошо. А вот если вы улей открыли, там полно пчел, покрывают рамки. Значит ваши пчелы никуда не летят. Значит что? Либо у них расплоду тьма Либо медосбору нету Либо они уже принесли меду столько, что уже улей не вылезает И они больше никуда не летят Поэтому если вы открыли улей и там полно пчел Как пишут многие в комментариях мне Должно быть много пчел Значит ваши пчелы нихрена не делают Разгните таких пчел и больше их не заводите никогда Потому что это ленивые пчелы Они ничего не делают Заведите этих пчел, которые будут летать И которых в улье во время взятка не будет Будете с медом Такие вот дела Обожаю я такие комментарии Такие вот дела И такой вот нехитрый способ И такая вот нехитрая примета Видите, был взяток И пчелы начали резко полировать летки Значит что? Мед перестали приносить Значит что? Пора посмотреть что там делается И подбросить им нектарных полей Потому что закончились Такие вот дела Но сегодня было такое видео Ставим лайк, кому понравилось Кому не понравилось Все равно ставим лайк Потому что я очень жаден до лайков И передаем привет мохнатеньким чудовищам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok